Усадьба Свиблова, которая находится на территории северо-восточного округа. Это дворянская усадьба, расположенная около Останкино на высоком берегу Яузы. Село Свиблова было упомянуто еще в духовной грамоте великого князя Василия I, как сельцо Свиблова на Яузе. И оно было вотчиной с подвижника Дмитрия Донского, боярина Федорова Свибла. Это было в 1417 году, то есть 600 лет назад. Церковь Троицы сохранилась со времен Времени Нарышкина. Усадьбы владели Плещеевы, Нарышкины, потом опять Плещеевы в 18 веке. Это начало 18 века. Церковь Троицы. И она сохраняет традиции московского барокко, выполненные в красно-белой гамме, что и торжественно, и очень радостно, и красиво. Крестообразный план храма, однокупольный. Декоративные детали наличников, окон. И портики. Это, конечно же, 17 век. И московский барокко, и в то же время элементы уже классицизма. Прекрасное строение. От усадьбы, собственно, сохранился первый этаж господского дома, который перестраивался, и вот он сейчас восстановлен в каком-то прекрасном виде. Два флигеля по бокам. И людская. Сама усадьба находится на высоком берегу Яузы. А по ту сторону Яузы была фабрика, суконная, с корпусами жилыми, при купце-кожевнике. Вот, вот отсюда очень красивый вид. Вот два флигеля и усадьба доставляют с собой классический, такой симметричный, в общем, ансамбль. После революции усадьба Свиблова пришла в упадок. И в главном здании, в Господском, разместился революционный комитет. А в флигелях, в обоих, ремесленные мастерские. Храм был разрушен полностью в 1938 году. А вся территория, этот весь полк, он привезет в склад. Здесь собирался строительный мусор, как собородел. Река Яуза была замусорена тоже. И плачевное зрелище, которое представляла собой эта усадьба, просто никого не радовало. Восстановление произошло в 1994 году, когда весь этот комплекс был передан православной церкви. Сейчас мы уже видим прекрасно установленный храм Троицы, установленный Господский дом и флигели. Субтитры создавал DimaTorzok Господский дом в Сибиловском подворье. Вот такой уютный зал. И нарядная елка до сих пор стоит. Вот этот рояль. Очень уютный зал, прекрасное здание. Скоро в Москве есть один концерт. Спасибо. Усадьба Свиблова в разное время имела разных хозяев. Ей владели Плещеевы в 16 веке, потом Нарышкины, так как младшая Плещеева, правнучка, вышла замуж за Нарышкина. А после, через 100 лет, Плещеевы опять стали хозяевами этого прекрасного поместья. Но после Плещеевых купец кожепников все здесь делал с размахом и развил здесь промышленность. Здесь построил фабрику, корпуса для жизни рабочих. И это все по ту сторону Яузы. Ну, а сам господский дом тоже приобрел более такой помпезный вид. И здесь бывал даже сам император Александр I с супругой. В честь приемов были усланы все дорожки красным сукном. Все лакеи были одеты в парадной одежды. Но кочевников купец так увлекся приемами, что разорился и передал... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ